Мы уже дома. Костя ушел с мужской компании, с моим братом и со своим братом, погулять, встретиться, поболтать. Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки, я буду все это бить. В общем, зашли мы в кабинет. И врач видит, что гипс уже как бы наложен, снимок у нас есть, какое-то описание тоже есть, и спрашивает, а чего вы, собственно говоря, ко мне-то пришли. Я начинаю ему объяснять, что так и так, поехали мы в больницу, доктор мне вообще ничего не сказал, сказал все, что надо, написано на бумажке. Я вообще не знаю даже, что там, перелом, где там перелом, что делать и как. Говорю, просто хочу получить какую-то информацию. И я, конечно, рассказала про, ну, вот это вот отношение, что не понравилось, что вот мы пришли в детский травмпункт, врач начал нажимать на этот снег на руке и говорить, что давай, не ври, а то сейчас тебя загипсую. И этот мужчина, которому мы пришли на прием в частную клинику за 500 гривен, он, оказывается, тоже работает в детской больнице, тоже там где-то в отделении, и, возможно, даже и в травмпункте бывает. В смысле? Вот, и он начал мне выграживать этого врача. Сука. Вот сука хитрожопая. Начал говорить, что да, потому что, мол, мало платят, посадили там на несколько ставок, а платят одну, а должны были бы платить больше, что кто типа будет с хорошим настроением работать. А доктор мне этот говорит, ну, вы же понимаете, с какими тяжелыми бывает привозят там травмами, а это, мол, ерунда, ну, ерунда не ерунда, а гипса наложили. Ну, как бы, я вообще не поняла этого прикола, вот как бы выгораживать вот это поведение хамское, мотивируя тем, что там мало платят или сложно. И в конце концов он спросил, что еще, и я стала ему показывать палец вот этим ногтиком, где Алисе фалангу ампутировали в Испании. Ну, и когда он услышал о том, что мы вообще, в принципе, были в Испании, он сказал тоже такую фразу, что типа, ну, вот, видите, вы же там были в Испании, а вот врач под каждую сирену там эвакуирует в подвал пациентов. Мне тоже очень сильно не понравилась эта фраза, потому что прозвучала она так, как будто бы мы в ту Испанию вот поехали отдохнуть, знаете, а врач тут бедный все время трудится. Ну, как бы, как бы... Пока на расслабоне, на чиле, поэтому... Не мы выбирали за него профессию, если ему что-то не нравится в его профессии, он всегда ее может сменить. И как бы, я ему, знаете, на это сказала, ну, знаете, можно сравнивать много. А говорю тем, кто в окопах сидит сейчас, еще тяжелее, чем в трампункте сидеть врачу. Ну, как бы, сравнивать можно много кого и много с кем. Ну, короче, мне очень не понравился этот разговор, мне не понравилось, что мы пришли, как бы, частным образом... Ой, у нас какие-то, в теории, проблемы с пальцами, да, один палец в Испании пострадал, сейчас пострадал второй палец, на ноге палец, на который она планшет уронила. Ну, там ноготь отрастет и все, ничего страшного, но все равно. Не знаю, мне критически не понравилось отношение. Еще первый раз, когда мы пришли к врачу, когда Алиса губу разгрызла после стоматолога, еще тогда, я пришла просто спросить, надо ее зашивать или не надо. Меня тогда врач обхамил по полной, он сказал, что вы уже три раза обращались, и когда я сказала, что три раза за пять лет это так много прям, ну, мы обращались, он говорит, а вы знаете, что если вы обратитесь еще четвертый раз, мы уже можем в органы опеки, там, обратиться. Адвокат! Адвокат! Я вообще не поняла, к чему он это сказал. Вот, короче, я не понимаю, как они работают с детьми, как они вообще пришли к тому, чтобы работать с детьми, пускай идут во взрослые поликлиники, там на взрослых людей кидаются, наверное, побоятся кидаться, потому что понимаю, что взрослый человек ответит скорее, чем ребенок. Я не знаю, по-хорошему надо было бы пойти где-то к начальству, к руководству, пожаловаться, потому что не первый раз уже этот врач хамит. Они меня ждут? Эти неприятности? Я пошел! А, блядь, какая-то хамини... Ой, хорошо, такие вот остались ощущения не особо приятные. В общем, поговорила с вами, немного отвела душу, потому что, ну, неприятно, что так все происходит. Мне еще этот доктор сказал, что альтруизма не существует. Все делается... Вы никому не нужны, говорит. Все делается только либо ради выгоды, либо ради чего-то еще на этом свете. Я говорю, а когда я иду, помогаю бабушке, продукты покупаю, зачем я это делаю? Он говорит, ну, не знаю, может, какое-то у вас чувство вины или что-то еще, я в этом сейчас разбираться не буду. Я думаю, ну да, знал бы, что я видеоблогер, сказал бы, что попиариться хотите, наверное. И ничего, что я до видеоблогерства тоже ходила, помогала.